За одну неделю на дорогах Уссурийского округа зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий. Семь человек пострадали. Среди травмированных – дети. Двое автомобилистов не поделили улицу Ленинградскую. Toyota Aqua и Infiniti двигались в одном направлении. Водитель первый при повороте направо заблаговременно не перестроился, чего требует правило дорожного движения. В итоге две покореженные машины и пострадавший виновник аварии. 34-летний мужчина с сотрясением головного мозга доставлен в стационар. Авария на проселочной дороге. Молодая женщина не справилась с управлением на трассе в Каменушку. На большой скорости машина опрокинулась в кювет. Пострадала пассажирка автомобиля. 30-летняя женщина с сотрясением головного мозга и ушибами оказалась на больничной койке. Желание проскочить обернулось аварией на Комсомольской. Поворачивая налево, водитель Лексуса не пропустил встречную машину. В результате столкновения пострадал пассажир одной из машин. С ушибами женщина отправлена в амбулаторное лечение. Паровоз из машин собрался на улице Пушкина. Движение на этом участке дороги особенно в вечернее время затруднено. Но это не останавливает лихачей. Так водитель Тойоты Марк не принял мер к снижению скорости и въехал в Тойоту ВИЦ. Та в свою очередь догнала впереди стоящую машину. Все вместе оказались в заднем бампере Тойоты Рактис. Как итог, четыре пострадавших автомобиля и годовалый пассажир ВИЦа. Удерживающее устройство спасло малыша от тяжелых травм. Еще один ребенок в сводке на этой неделе. 15-летний подросток обратился в травмпункт. Врачи установили перелом стопы. За несколько часов до обращения к медикам пешеход переходил дорогу по зебре. Наедуша наехала машина, после чего скрылась с места происшествия. Все обстоятельства этого дела выясняются. Также на минувшей неделе привлечено к ответственности 12 нетрезвых водителей. Трудной оказалась неделя и у пожарных Уссуриска. Большая часть вызовов была направлена на вызволение людей из беды. Несколько раз спасатели взламывали двери, снимали жителей с балконов. Зафиксировано на неделе и три крупных пожара. Так на Афанасьево 35 горел двухэтажный барак. В половине второго ночи спасатели эвакуировали 12 человек. Пожару присвоена третья степень сложности. Несколько часов потребовалось специалистам для полной ликвидации огня. На улице Теодора Тихова горел частный дом. По счастливой случайности людей в помещениях не оказалось. Этому возгоранию также присвоен повышенный уровень сложности. Еще один серьезный пожар, но без пострадавших. На Гоголя горели гаражи. Общая площадь возгорания 50 квадратных метров. Молодого водителя с наркотиками задержали сотрудники полиции. 30 граммов гашишного масла перевозил автомобилист. Это квалифицируется как крупный размер. Мужчина задержан. Также всю предыдущую неделю в полицию поступали заявления об интернет-мошенничествах. Стражи порядка просят внимательнее совершать денежные операции через глобальную сеть. Редактор субтитров А.Семкин